Городской чемпионат по лапте шел практически целый год, но, как отмечают сами игроки, сезон пролетел незаметно. И вот уже финал. В этом году школьные состязания впервые разделили на женские и мужские. Поэтому борьба стала более напряженной, а результаты более непредсказуемыми. Древнерусскую игру на себя опробовали в итоге несколько десятков учащихся седьмых-восьмых классов. Первое чемпионство разыграли девушки. Победу заработала 33-я школа. Первая школа, в принципе, если бы мы до этого могли уже хорошо играть, мы бы могли выиграть. Ну, во-вторых, мы выиграли, то есть постарались. У вас в 14-й было сложно играть, потому что они все мощные, они быстро бегают. Вот за это было сложно. А вот последней центральной игрой чемпионата стал финал между давними соперниками. Парни из школы номер 56 пытались вырвать победу у седьмой. И те, и другие смогли заработать немало очков, однако более сплоченными под конец себя показали именно ребята из 56-й школы. Оказалось, что их история – это настоящий путь через тернии к звездам. Мы начинали с самых низов, когда только лапта появилась. Самый первый год, я был самый тяжелый, мы играли под дождем, но звезды не сложились, а мы проиграли. У нас было второе, третье, третье место. И я уже сделала тренировки по лапте. И все, чтобы нам достичь этой цели, мы это сделали. По итогу финального дня победители и призеров наградили медалями и кубками. Также ребята получили эксклюзивные почтовые открытки, выпущенные специально в честь соревнований, тиражом всего в 200 штук. Они стали этаким посланием в будущее местной лапты, которая обещает быть еще более ярким и насыщенным. За время наших чемпионатов, районных турниров, которые мы проводим, из 79 школ, которые в городе есть, больше 50 уже имели свои команды, либо имеют на сегодняшний день, и больше 50 школ когда-либо играли в наших чемпионатах. Впереди, а именно осенью этого года, школьников ждет открытие нового сезона. Пятый юбилейный чемпионат расширит возрастные ограничения, а значит и увеличит накал страсти на поле. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.